Снег Всем большой привет! Никитка налепился снеговиков. У нас сегодня снег, просто, я не знаю, когда такое вообще в марте было, чтобы снег такой был. Налепился снеговиков, теперь пришел и рисует. Понравилось ему рисовать. У Никиты периодически бывает такое, что он прям хочет то ли построить что-то, то порисовать. И вот прям сядет и долго-долго может этим заниматься. Очень мне нравится, когда у него такие вот пары творчества настигает. Никите сегодня нужно было на занятия с Мишей. Но сейчас пришла бабушка, хотела его отвезти и говорит, что... Классно, сейчас покажу. Говорит, что там такая погода, такая слякоть на дорогах, что все ноги промокнут. Лучше вообще-то никуда не везти сегодня. Я согласна, так что Никит сегодня дома посидит целый день. Ну вот он сегодня с утра погулял. А Мишу тогда заберем из сада, как обычно. Просто обычно мы в четверг забираем Мишу пораньше, без ужина и ведем к психологу. Но сегодня вот будут без психолога, просто заберем вечером, как обычно. Ну, Никита, рассказывай, что тут у тебя? Кто это? Амангасик. Кто? Амангас. Амангас. Я не знаю, если честно, что это за слова такие. Это игра такая. Игра? Интересная? Угу. Ты на ютубе видел? Или где? В Яндексе. В Яндексе? В общем, Никита в эту игру не играет, но ему нравятся персонажи. Вот он где-то видео видел и смотрит периодически, где-то без меня. Я не видела эту игру. Где-то находишь, да? На ютубе, скорее всего, находишь? Нет. В Яндексе? Когда ты спишь там, я просыпаюсь и иду к компьютеру. И там в Яндексе есть такие вкладки с играми. Яндекс. Без пррр. Яндекс. Там вкладки с играми, да? Вкладки с играми, да? И там я смотрю видео. Почему такой вот, Никита, хитренький? Ну, мне нравится то, что он вот любит рисовать. Мне сегодня нужно будет еще вышить полотенце одно. Потом я еще на кухне все еще убираю. Нужно будет убирать там. Надеюсь, сегодня я с этим закончу точно. В общем, дела у нас сегодня полно. Вот такое полотенце у меня вышилось. Очень мне нравится этот дизайн. И этот дизайн один из самых популярных. Вот с этой короной и вензелями такими. Я сюда любое слово могу ставить. Всегда в основном вышиваю золотым цветом. И золотой цвет, он к любому цвету полотенца отлично подходит. Он так вот переливается. Очень красиво выглядит. Вот такая вот конфетка у меня опять получилась. Обожаю конфетки такие делать из полотенца. Красиво выглядит. И мне нравится то, что сразу надпись видно. Я хочу поделиться радостной новостью. Мы с Сергеем вместе поедем в Казань для того, чтобы посмотреть мои глаза. И если это возможно, то сделать операцию. Я уже забронировала билет вместе с Сергеем. Я такая довольная. В общем, на один маленький шаг приближаюсь к своей мечте. Я очень, если честно, переживаю. Прям просто очень сильно переживаю. Во-первых, я никогда в жизни не летала на самолете. Мы забронировали самолет. А еще очень переживаю, что мне откажут в операции. Потому что, ну, не знаю, сколько людей, я сколько отзывов почитала про операции. Все такие счастливые, такие довольные. Но у меня есть два примера человека. Которым я, кстати, советовала куда поехать на операцию. И они туда поехали. Им просто отказали, потому что невозможно. Там у одной девушки сказали, что у нее зрение минус 7. И ей могут восстановить максимум до минус 3. А минус 3, ну, это все равно очки, линзы. Такой, какой смысл делать такую операцию. И другой тоже сказали, что невозможно сделать операцию. Там приезжайте через полгода. Потому что там что-то не так тоже с глазами. В общем, я очень переживаю. Но, с другой стороны, еще такое приятное волнение. Все-таки я в предвкушении больше. Едем двоим с Сергеем. Потому что обязательно нужен сопровождающий. Я сначала думала поехать со своей мамой. Потом решила все-таки, что мне с Сергеем будет спокойнее. Мне будет уютнее. И в итоге пригласила, наоборот, маму мою сюда пожить. И она согласилась. Они сюда с бабушкой моей приедут. Будут тут жить. В общем, такие вот дела. Ох! Ну, мне прям улыбка с лица не сходит. Я очень рада, что все-таки сделала этот шаг. Первый шаг. Все забронировала. Все уже оплатила. Единственную операцию я пока не оплачивала. Я буду делать не такую операцию, как делал Сергей. Я хочу максимально ограничить вмешательство человеческого фактора. И поэтому я буду делать операцию FEMTA LASIK. Если буду, конечно, делать эту операцию. Но я все-таки надеюсь, что буду. FEMTA LASIK это немножко другой способ. Не тот, которым делал Сергей операцию. Кстати, Сергей делал просто LASIK. Сейчас очень много акций на эту операцию. И вот я видела, кому актуально. Расскажу тоже информацию. Сейчас в клинике. Ой, забыл. Глаз-центр, по-моему, называется. Сейчас акция там, что для иногородних. То есть не тех, кто проживает в Ленинградской области. Или, по-моему, для области тоже есть. Не тех, кто проживает в Санкт-Петербурге. В общем, там акция операции на два глаза стоит 10 500. То есть вообще очень выгодно можно сделать. Но там нет FEMTA LASIK. А я хотела именно FEMTA LASIK. Я смотрела все клиники по России, которые делают эту операцию. И цены, конечно, очень сильно варьируются. Начиная от того, вот как у нас в Волгограде, там около 95 000 рублей. Почему я еду в другой город? Потому что разница в цене просто колоссальная. То есть разница в цене около 40 000-50 000 рублей. И для меня это весомая сумма. Я на 50 000 рублей могу летом поехать отдыхать на море. В общем, поэтому мы едем в другой город. Там стоимость операции, ну вот на данный момент, как я сейчас записалась, 49 000. Много, конечно, да. Но по сравнению с LASIK это гораздо больше. Но я, если честно, очень боюсь делать именно LASIK. Поэтому буду делать FEMTA LASIK. Посмотрела в Ростове-на-Дону, тоже отзывы спрашивала у людей. И там FEMTA LASIK, но там другой аппарат. И этот аппарат намного не то чтобы старее. Ну, в общем, он не такой современный, как в Казани, куда мы едем. Там самый-самый новейший аппарат. И скоро такой же появится еще в Самаре. Но в Самаре он появится только 23 апреля. А я хочу все сделать до 20 апреля. Поэтому едем именно в Казань. Я прям в предвкушении. Я сейчас отправилась в GFX PRICE. Он купил вот такой вот коврик. Это просто какой-то... Как его называть, в общем? Коврик кухонный называется. Я его порезала. Хочу сделать для ящиков. Вот такие вот подставочки. Единственное, что я его начала резать, он особо не режется, а ломается. Поэтому вот у меня не особо не ровные получились. Но в любом случае это лучше, чем когда тут вообще ничего не лежит. Хотела купить силиконовые коврики. И даже положила в корзину на зону силиконовый коврик, который там с рулоном идет. Но Сергей сказал, что вот это тоже нормально. Нормально так нормально будет. Значит, вот так у нас. И еще он купил контейнеры. Тоже в GFX PRICE взял. У нас есть уже такие контейнеры просто. Поэтому такие же взяли по размеру. Чтобы они одинаковые были. Буду туда пересыпать кое-какую крупу. Ну и продукты купил. Степка увидел, что я режу. Взял мне кусочек, который я отрезала. И тоже давай его резать. Да, Степка? Это нельзя. Это мама будет резать. Мишуль, какие сегодня слова на английском учили? Сегодня не было. А, сегодня у тебя фитнес детский был, да? Английского не было. А вчера какие слова учили? Вчера? Угу. Ну давай вспомни. Сыр. Сыр. Как он? Cheese. Вырезала я второй коврик сейчас. И все. На этом моя клеенка закончилась. Выходит на два ящика только его хватает. Вот сюда положу. Вот. И вот такой огромный остаток остался. Но его уже никуда не впихнуть. Здесь у меня всякие кухонные гаджеты сейчас лежат. Но я заказала на Озон такую подставку для вилок-ложек. Потом сюда поставлю. Яimes. Идем. До встречи. На ужин я буду делать печень, как я делаю. Режу на маленькие кусочки печенку, добавляю туда яйцо, перемешиваю и оставляю это примерно минут на 20. Иногда еще добавляю молока, вот как сейчас добавила. Сейчас откладываю и оставляю минут на 20. Это все замачивается. Порезал морковку и лук. Это мне нужно будет для печенки. Лука мало, потому что последний был. А сейчас хочу сделать булочки свои, слойки, которые я делаю с курицей и яйцом. Пить налить. Степа увидел поильник. Просит теперь из него попить. Я убиралась на кухне, а его не убрала, да? Пьешь? Вкусно? В общем, можете меня поздравить, я почти разобрала вот эти полки. Я сегодня это обязательно доделаю. Просто каждую вещь, которую уже убираешь, ее надо протереть, вытереть, найти место свое. В общем, почти все там разобрала. Немного посуда осталось. Крышечка. Я не знаю, кстати, я тоже не смогла найти. Где-то она лежит. Да, такая крышечка там еще была. Чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть и будет порядок на кухне. Кстати, я пока здесь разбирала все. Нашла свои рецепты. И представляете, это рецепты, которые я писала, когда у меня еще даже детей не было. Когда мы с Сергеем жили еще с его мамой в квартире. И я вот даже не знаю, выкидывать их или не выкидывать. Они мне, в принципе, сейчас не нужны. Вот. Но мне жалко их выкидывать. Я их собирала, я их копила. Вот так вот. Вот это вот песочное кольцо. Можете заскринить рецепт. Это самое вкусное песочное кольцо, которое я вообще когда-либо делала, когда-либо пробовала. Очень вкусно получается. Это вот прям такие, знаете, кольца, которые продаются с арахисом. Надо сделать как-нибудь будет. В общем, не знаю, пока не буду выкидывать. Наверное, да, Миша говорит? Наверное, вкусное. Я такую кушал? Ты кушал такую магазинную. А может быть, я и делала. Я уже не помню, Миша. Делала я или не делала? Вот здесь еще всякие у меня таблички. Меню на дни рождения я здесь писала. Это, смотрите, безымянный. Это я писала. Почему безымянный называется? Потому что раньше в блокноте, если название писал, он по умолчанию в компьютере писал название безымянный. Вот так. Что-то тут вырезала даже. И еще у меня вот две книжечки от мультиварки и от гриля. Не знаю, нужны они мне или нет. Я никогда по рецептам именно из этих книжек ничего не делала. Но здесь очень много интересных рецептов. Но, в принципе, они все есть также в интернете. Хранить их или не хранить, не знаю. И такая вот книжка от пятерочки тоже. Тысячелетней давности. Прям даже интересно, какого года она. Июль 2015. Тут тоже просто рецепты какие-то были или какой-то прям рецепт, который я делала и уже не помню. Почему-то я эту книжку хранила. Мясо и яичко все вместе. Я же Никиту научила сканировать покупки вот таким вот приборчиком. И ему сейчас сказала, что раньше у него просто был интерес кнопочкой понажимать, а потом он как-то забросил. А сейчас сказал, говорит, Никита, я тебе буду 300 рублей давать. Вот они 300 рублей в месяц платят за то, что мы это все сканировали. И он только обрадовался. И теперь каждый раз, когда Сильботин делает что-то покупает. Говорит, а где чек? А где чек? Подбегает, а где чек? Давайте я отсканирую. В общем, сканирует у меня почти ежедневно. Вот сколько мы покупаем, он сразу просит чек. Сканирует самостоятельно вот эти покупки. Такой довольный. Говорит, мам, а когда денежки придут? Я говорю, ну, первого числа эти 300 рублей дам. Каждый месяц первого числа буду давать по 300 рублей. Кстати, каждый год обычно присылают новую книжку. А в этом году что-то не присылали. Она у меня уже такая потропанная. Переезд пережила. Все жду новую книжку, никак не пришлют. Кто не в курсе, что это за сканирование, я сканирую все покупки, которые делаю. И за это мне платят 300 рублей каждый месяц. Вот. Кому интересно, могу ссылочку в описании оставить. В этой книжке вот буквально все продукты, которые можно купить, все магазины, которые есть. Хотя, если магазина такого нет, здесь не написано, тогда можно просто вот написать другой гипермаркет и выбрать какой-то другой магазин. Мне кажется, все помнят, я раньше копила чеки, они у меня вот тут на холодильнике всегда висели. Сейчас у меня чеков не висит, потому что Никитка вот сразу же их сканирует и сразу же мы их выкидываем. Я тут поставила тушиться лук с морковочкой, а сама раскатывать начала тесто. У меня готовое слое на тесто. Я просто вот из такого кусочка делаю вот такой кусочек. Поставила я все это на маленький огонь, накрываю крышкой и на 15 минут все это тушится. Продолжение следует... У меня вот такие вот булочки. Получается начинка вот еще осталась. В начинку я добавляю еще бульон, немножко в тот бульон, в котором варилась курица как раз-таки, чтобы она была не такая сухая. Мне писали в комментариях, что можно туда добавить грибочки, можно добавить сыр, тоже будет очень вкусно. Но я вот стандартную начинку такую делаю, мне она нравится и поэтому делаю именно такое. Сейчас все это на противень положу, смажу сверху маслицем и запеку. У меня тут почти готова печенка. Пахнет очень вкусно. Я реально вот каждый раз, когда готовлю вот так вот печенку, мне хочется всю эту сковородку съесть вместе со сковородкой. Реально очень вкусно бахнет. Я вот такую подливу гораздо больше люблю, чем различные оладушки печеные, 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 торты печеные. Вот мне вот эта подлива очень нравится. Если кто-то не делал, делается очень просто и получается просто очень вкусно. Главное не передержать печенку, потому что чем дольше ее держишь, тем она становится более резиновой. Вот 15 минут, максимум 20 и хватит. Кстати, у нас когда угол подпиливали, вот этот, спилили немножко цвет с ручек. Они у нас были не убраны, ну вот в таком состоянии были. Нужно было их просто вовнутрь убрать, а мы забыли об этом. В общем, их немножко подпилили тоже. Видать, аппарат не помещался. Ага, включаю духовку, буду булочки печь. Так вкусно печенка пахнет просто. Вкусно, да, пахнет? И я говорю, пахнет очень вкусно печенка эта. Смазала маслицем и в духовочку. Вот такие вот красивые булочки получаются. Мне нравится именно форма такая треугольная. Красиво выглядит. Меня, кстати, спрашивали по поводу этого коврика. Прямо на нем я запекаю этот коврик из фикс прайса. Да, я прям на нем запекаю. Правда, вот он становится немного другого цвета со временем. Он здесь идет, вот тут написано, до 230 градусов. То есть можно запекать. У меня получилось 4 больших булочки и 6 маленьких. Притом особо незаметно, какие из них какие. Так, сейчас уже поздний вечер. Я вот сейчас перемываю посуду. Хочу убрать некоторые вещи, которыми я не пользуюсь. Вот, например, вот эту вазу я достаю крайне редко, обычно на праздничный стол. И туда ставлю какие-то фрукты или конфеты. Мне нужно еще помыть вот эту вот всю посуду сейчас, посудомойки. Потому что это все давно стоит, пыльное, запылилилось. Вот это тоже помыть. Еще такие же стаканчики перемыть из этого набора. И можно будет убирать это куда-нибудь повыше, потому что вот этим всем мы не пользуемся. Вернее, пользуемся, но крайне-крайне редко. Вот эти горшочки мы вообще использовали, наверное, раза два за всю их жизнь. Давайте-ка пыль. Все это сейчас буду перемывать. Полку, которая там стояла, мы разобрали. Она теперь вот стоит, она пустая. Осталось разобрать вот то, что на столе осталось. Вот это вот все. Освободить вообще стол. Хочу, чтобы он был чистый абсолютно. Ну, может быть, там останется вот пока столовые приборы будут тут стоять. Вот этот вот цветочек будет здесь стоять. Крышки пока здесь будут стоять, пока их мы не придумали, куда повесить. А остальное я хочу полностью все убрать. И вот на этом столе тоже некоторые вещи остались. Вот коробочку еще нужно разобрать. Но тут тоже вот эти все стаканчики нужно перемыть сначала. И потом все убрать по местам. Я вообще крайне редко, как вы понимаете, кто меня постоянно смотрит, тот знает. Я крайне редко снимаю то, как я убираю что-то вот именно в такой подробной-подробной обстановке. Потому что, ну, вы сами понимаете, что тут было, что тут стало. Если я это буду снимать, это нужно отдельный влог снимать или отдельное просто тематическое видео о том, как я убираю кухню. Поставить вот там камеру и закадровая озвучка, это все озвучивать, как я это все убираю, расставляю по местам. Но дело в том, что я это убираю не за один раз. Я это убираю постепенно. В моем случае это вышло даже в 4 дня. То есть это снимать очень-очень долго. Поэтому я вам просто рассказываю итог, что у меня получается. Осталось совсем немножко. И скоро у меня кухня будет чистая. Вот это вот все разгребу. И будет прям вот, вот прям вот как вот на этой картиночке. Где картинка? Сереж, где наш картинка с кухней? Сереж, куда дел картину? Нашла. Сереж, я просто его убрал в архив. У него там есть архив, где хранятся все его рисунки с нашими проектами. Я говорю, подожди, еще рано. Я вот смотрю, как должно все выглядеть. В общем, я еще просто видео хочу одно снять. Вообще, мне кажется, я бы могла вообще отдельный канал создать по уборке какой-нибудь. Знаете, как сейчас модно? Мотивацию на уборку, потому что я круглосуточно убираюсь. Это ежедневная работа. Ну, как работа, да? Это ежедневная рутина, которая есть всегда. То есть это канал с нескончаемым видео. Просто постоянно одно и то же. Одно и то же каждый день. Я, может быть, поэтому не снимаю именно такие видео, потому что мне настолько это надоедает в жизни, что не хочется видеть это еще потом, когда-то в воспоминаниях, что я постоянно убираюсь. Хочется, чтобы канал, знаете, был приятный. Хотя вот эти вот мотивации на уборку, они тоже вдохновляют очень многих. И иногда посмотришь и тоже хочется пойти где-то убраться там, где-то еще не убирался. Их, конечно, люди смотрят. И многие, конечно, смотрят. Потому что смотреть, как убирают другие, гораздо приятнее, чем просто пойти убираться. Я нашла еще одну такую формочку для вареников. Я три сегодня нашла. Это четвертая. У меня четыре такие. Тоже положу сейчас на место. Вот я все для выпечки положила в шкаф под духовку. У меня здесь и формочки, и вот такие формочки. Бумага, разные такие формочки. Это для пельменей. Скалочка тоже тут лежит. Все сюда отлично влезло. Единственное, что здесь не влезло, это сами формы, в которых я запекаю все. Большие стеклянные я их положу в другое место.